Участники петербургской группы художников. Храмовая стена впервые привезла в Псков свою работу. Около 60 полотен современной живописи украсили в выставочный зал галереи «Дом на набережной». Представители ар-движения черпают вдохновение в древних фресках и настенной живописи, рассказывает Ольга Новикова. Мы представляем печенье в живописи духовного богата. Духовная пища не только в храмах, которыми так богата Псковщина, но и на полотнах. Петербургские художники привезли с собой свою стену, идеально вписавшуюся в галерею «Дома на набережной». Окончательно сформировалась школа в 1992 году. Но о том, куда уходят корни направления, художники могут говорить часами. Одно очевидно – истоки лежат в традициях древнерусского монументального искусства. Они как раз от этого отталкиваются. От фрески, от иконы. Поэтому их решение, как они это решают в современном искусстве, это интересно для художников. Они пытаются сделать монументальную живопись, как бы на холсте. Художник Владимир Горде привез с собой не только полотна, но и обзорную лекцию о петербургских формалистических школах. В актуальности не сомневается. Богатый историческим наследием Псков, считает Владимир, может стать едва ли не столицей для русского авангарда. Несмотря на такое религиозное название, на самом деле к религии это отношение не имеет. Это храмовое искусство. То есть тут смысл, чтобы довести любой сюжет, абстрактный, натюрморт, до уровня храмовой росписи. Что касается духовной составляющей, то, конечно, она есть. Потому что понятно, что в храме в любом это искусство особое должно быть. Оно должно помогать зрителю войти в какое-то определенное состояние. Доминирование белого цвета – особенность эстетики храмовой стены. Этим выражается духовное состояние творца. Это очень сложно объяснить обычному зрителю. И я думаю, что мы все подчеркнем что-то необычное. И стремление чему-то научиться, что-то понять новое. Это очень важно. Однако массового интереса к выставке ждать все-таки не приходится. Организаторы и художники сходятся на мысли, что современное искусство более интересно для подготовленного зрителя. Ольга Новикова, Андрей Удалов, Илья Бартенев, Вести Псков.